АРХИС-24 Сегодня в выпуске. Вся Карачава-Черкесия климатически подходит для выращивания яблок, груш и всего. На пути к фруктовому изобилию. Рожитимрезов принял личное участие в посадке грушевых саженцев в садах Карачава-Черкесии. Наши товарищи на века вписали свои имена в историю Министерства внутренних дел. Отдав жизни во имя спасения граждан в поддержании мира и спокойствия. Помним, чтим, гордимся. В Черкесии открыли мемориал памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Думаю, что люди получат удовольствие от этой картины. Спасибо деду за победу! Лирическую кинокомедию с многообещающим названием привез в Черкес для предпримерного показа один из самых популярных артистов юмористического жанра. Больше садов, хороших и разных. В Ирубском районе в рамках республиканской программы по выращиванию мини-садов создаются кооперативы, куда вступят граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Эта работа проводится в рамках поручения главы региона Рашида Тимрезова по выращиванию мини-садов интенсивного типа на сельских подворьях республики. А в Адыгихабльском районе сегодня начали посадку еще нескольких гектаров грушевых садов, в дополнение к уже имеющимся. Рашид Тимрезов принял личное участие в посадке саженцев. Тему продолжит наш корреспондент Дарья Назарова. Еще несколько лет назад на этом месте был пустырь. А сейчас здесь ровными рядами выстроились яблоневы и грушевые деревца. Эту фруктовую плантацию можно по праву назвать гордостью всей республики и символом возрождения доселе забытой когда-то отрасли садоводства. На площади более 200 гектаров. Тут уже высажено порядка 800 тысяч саженцев разных сортов. В планах этой весной посадить еще 2 гектара груш. Наступил последний этап нашего грандиозного проекта. Мы его завершаем на сегодняшний момент. Завершаем посадкой груши, выращенной в садах Ставрополья в питомнике. На данный момент у нас осталось где-то примерно около 2 гектар досадить грушу. Вот итог прошлого года перед вами. Вы видите, в каком она состоянии находится в фазе цветения. Вот груша, которая была посажена буквально неделю назад вот с этой стороны. В завершающем этапе посадки грушевых саженцев принял участие глава Карачаева Черкесии. При этом Рашид Темрезов отметил, что садоводство является одной из приоритетных задач для агропромышленного комплекса региона. Буквально через пару лет здесь ожидают урожай на это 10 тысяч тонн плодов в год. Это позволит в разы сократить потребность региона в привозных фруктах. Мы хотим, чтобы деревьев было миллион. Тогда республика сможет с полным правом претендовать на звание фруктового региона. На руку нам и климат Карачаева Черкесии практически идеальный для садоводства. Причем на выращивании яблок и груш аграрии останавливаться не намерены. В перспективе выращивания клубники, малины и голубики. Когда мы яблони в сады высаживали, здесь было пустое поле, мы говорили о том, что будет груша. Сегодня мы говорим о том, что будет орех, о том, что будут ягоды. Обязательно это сделаем. За последние 25-30 лет эта отрасль в республике в промышленных масштабах исчезла. И восстановить ее заново было сложно, потому что за это время были другие ниши, которые активно развивались. И вот сегодня мы стоим спустя какое-то время в этом саду замечательном и говорим о перспективах, о продолжении. И более того, самая главная наша цель, которая была достигнута, это дать сигнал другим инвесторам, которые будут закладывать сады. И сегодня это не один проект, их уже несколько на территории республики. Свою лепту в развитие отрасли могут внести и личные подсобные хозяйства. В Карачаево-Черкесии уже запущен проект по развитию мини-садов интенсивного типа. В качестве пилотного пункта был выбран Урупский район, где этой весной в 50 подворьях будут высажены сотни яблоневых саженцев. Мы, естественно, будем помогать и в технологиях, и финансово. И человек, который сегодня посадил на 15 сотках интенсивный сад, в среднем это порядка 300-400 тысяч рублей в год дополнительный доход для жителей. Для нас это еще и плюс такой, что мы сегодня очень много делаем для развития социальной инженерной инфраструктуры на селе. Это еще такой дополнительный стимул для того, чтобы люди оставались на селе. Чуть позже в Карачаево-Черкесии появится первый оптово-распределительный центр, предназначенный для хранения не только урожая крупных хозяйств, но и фруктов, выращенных жителям республики на своих личных участках. Татэк Джилавян, Дарья Назарова и Далиль Мирза, Архыц, 24. Глава Карачаево-Черкесии поздравил жителей республики с Днем реабилитации казачества. 26 апреля 1991 года был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Это день, когда и для кубанского казачества была открыта новая страница в их истории. Казаки неоднократно доказывали свою преданность родине, завещая и новым поколениям верой и правдой служить Отечеству. Сегодня казаки, неся воинскую службу, добиваясь успехов на трудовом боприще, растя детей и воспитывая их достойными гражданами, живут в дружной семье народов России, нашей многонациональной Карачаево-Черкесии, говорится в обращении Рашидатимрезова. Сегодня исполняется 33 года с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Международный день памяти жертв, радиационных аварий, катастроф, мы вспоминаем не только о многочисленных жертвах трагедий среди местных жителей и работников АЭС, но также о героизме ликвидаторов катастрофы. Как написал на своей официальной странице в Инстаграм Рашид Темрезов, это происшествие выявило поистине мужественных людей, в числе которых были и наши земляки, а более 1200 уроженцев Карачаева-Черкесии. «Вечная слава тем, кто погиб во благо своих соотечественников. Низкий поклон тем, кто выставил в борьбе с невидимым и беспощадным врагом», говорится в обращении Рашида Темрезова. Сегодня в Черкесске к памятнику ликвидаторам Чернобыльской аварии пришли представители руководства республики и сами участники тех далеких уже событий. На торжественном митинге побывала и наша съемочная группа. После 26 апреля 1986 года по всей стране в горкомы, райкомы, военкоматы приходили добровольцы, готовые ехать на ликвидацию последствий одной из самых страшных техногенных катастроф 20 века – взрыва на Чернобыльской АЭС. Ну а военным выбирать не приходилось. Тогда в Чернобыль отправляли не только войска радиохимической защиты. Даже демобилизованные срочники попали в мирное время на войну не с таким уж мирным атомом. И наш долг – помнить тех, кто принял тот страшный бой. Дорогие земляки, от имени главы Карачаев-Черкесской республики Рашида Бориспиевича Темрезова разрешите поприветствовать всех, кто пришел в этот день, чтобы вспомнить скорбную дату – 33 года со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества не обошла стороной и нашу маленькую республику. Чернобыль прошел через жизни и судьбы более 1200 жителей Карачаева-Черкесии, принявших участие в ликвидации последствий аварии. Отдать дань уважения павшим и живым героям пришли представители различных ведомств и школьники Черкеска, которые охраняют в городе пост номер один. Патриотизм, долг Родине – для них не просто слова. Каждый из них готов посвятить жизнь служению Отечеству. Я хочу связать свою жизнь с военной и патриотической деятельностью. И чернобыльская трагедия, то, что нас спасли – это геройский поступок. Более 600 тысяч человек со всех концов СССР стали ликвидаторами чернобыльской катастрофы. 1200 из них – представители Карачаева-Черкесии. Доза облучения, полученная ими в окрестностях 4-го энергоблока, нанесла колоссальный вред здоровью, стала миной замедленного действия. Три выхода были на сооружение нового центрального могильника. Новый центральный могильник. Моя работа заключалась в чём? Я тросом зацепил 5-6 деревьев. Это был рыжий лес. И их вырвали с корнем. И вот подготовили площадь под второй могильник. Проводить работу можно было только в течение полутора минут. И максимум три выхода на человека. Иначе можно было гарантированно получить смертельную дозу радиации. Этим и объясняется столь большое число ликвидаторов. Люди работали постоянно, сменяя друг друга. В тот момент, даже не осознавая отдалённые последствия всего этого для своего здоровья и жизни, чернобыльцы стали героями поневоле. Для многих из них бетонный саркофаг над четвёртым блоком стал последним пристанищем. Ценой своей жизни они спасли целый мир. В преддверии главного праздника страны 74-й годовщины Великой Победы заместитель командующего Южного военного округа Алексей Авдеев представил главе Карачао-Черкесии Рашиду Тимрезову нового командира 34-й мотострелковой бригады, дислоцированной в Зеленчукском районе Карачао-Черкесии, Александра Саенко. Также на встрече присутствовала военком республики Арсен Тимиров. В ходе встречи были определены ключевые направления взаимодействия органов власти с командованием и личным составом ЮВО в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Глава Карачао-Черкесии отметил, что наша совместная задача объединить все усилия в вопросах военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения и вовлечения молодежи в изучение военно-исторического наследия Отечества. В рамках встречи обсудили также и ход реализации проекта по строительству в Черкесии филиала военно-патриотического парка «Патриот», который нашел полную поддержку в Министерстве обороны России. 9 мая – главный праздник для любого россиянина. Это не просто день исторической памяти, но и в первую очередь элемент воспитания гражданственности и патриотизма у молодого поколения. Подготовку к празднованию 74-й годовщины Победы обсудили сегодня в Доме правительства Карачао-Черкесии под председательством Аслана Озова, который подчеркнул, что планировать программу торжеств надо так, чтобы ни один ветеран не был забыт. Ни одна семья участника войны не осталась без внимания. Подробности в нашем сюжете. Строевая подготовка и четкий шаг. Школьники Черкеска оттачивают навыки маршировки, которые они продемонстрируют уже совсем скоро – 8 мая во время акции «Знамя Победы». Буквально каждый день они собираются на площади, чтобы еще раз отрепетировать все свои номера. А их в этот день запланировано немало, как и самих участников – порядка трех тысяч человек, которые будут петь, танцевать и нести «Знамя Победы». Сейчас вы, допустим, видите репетицию флагоносов. Она состоит из 216 флагоносов, огромного флага, который будет посередине «Знамени Победы». А также здесь будет и передача копии «Знамени Победы» одной знаменной группе, другой знаменной группе. Будет огромное количество детей, которые поют песни о войне. Это хор сводный. Различных акций в рамках празднования 74-й годовщины Победы только в Черкесске запланировано несколько десятков. В первую очередь они направлены на военно-патриотическое воспитание молодежи. Об этом говорили на заседании Республиканского оргкомитета праздника в Доме правительства. Практически во всех мероприятиях задействованы школьники. Уже сейчас во всех образовательных учреждениях Республики идет подготовка. Проводятся тематические лекции, открываются выставочные площадки. На сегодняшний день во всех школах Республики используется накопленный положительный опыт патриотического воспитания обучающихся и успешно развиваются новые формы и методы как в учебной, так и во внеурочной деятельности. В каждой образовательной организации разработаны и реализуются программы и планы воспитательной работы, в том числе и патриотической направленности. Говорили на заседании и о работе, направленной на поддержку ветеранов и приравненных к ним лиц. Сегодня в нашей Республике их 2324 человека. Министр труда и социального развития Карачао-Черкесии отметил, что ежегодно участникам войны оказывается адресная материальная помощь и помощь по улучшению жилищных условий. Также ветераны получают необходимое лекарственное обеспечение. Средний размер материального обеспечения участников и инвалидов Великой Отечественной войны с учетом социальных выплат в первом квартале 2019 года составил 48 884 рубля 38 копеек. В соответствии с указом президента Российской Федерации в 2019 году представлены субвенции из федерального бюджета в размере 5 408 800 рублей, что позволит выдать субсидии четырем ветеранам Великой Отечественной войны, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий во втором полугодии 2018 года. Большая работа проводится в республике по сохранению и паспортизации объектов культурного наследия, посвященных павшим во время Великой Отечественной войны. Сегодня на территории Карачао-Черкесии насчитывается порядка 120 таких комплексов, 18 из которых – мемориалы с вечным огнем. Одним из подведомственных учреждений культуры, деятельность которого напрямую касается увековечения памяти о Великой Отечественной войне, является Государственный музей заповедей и его филиалы. На базе выставочного павильона музея постоянно действующая выставка «Годы опалённой войной», посвящённая победе в Великой Отечественной войне. В её тематике представлены как общие сведения о Великой Отечественной войне, так и информация о конкретных личностях, внёсших в свой неоценимый вклад в общее дело победы. Эта экспозиция ежеквартально обновляется и пополняется экспонатами из основного музейного фонда. На сегодняшний день в основном фонде музея более 13 тысяч посвящённых Великой Отечественной войне. В ходе заседания были даны поручения уделить в период празднования особое внимание общественной безопасности и правопорядку в местах массового пребывания людей. В целом, как отметил Аслан Озов, все праздничные мероприятия должны пройти на высоком уровне, создав праздничную атмосферу как для детей, так и для взрослых. Алексей Ковтан, Дарья Назарова, Мурат Кемрюгов, Архиз 24. Сегодня же в Черкесии состоялось заседание ещё одного регионального оргкомитета. На сей раз по проведению всероссийской акции «Диктант Победы». Что это за акция и когда она пройдёт в Крачево-Черкесии, расскажет наш корреспондент. «Диктант Победы» — это большой проект, который российское военно-историческое общество и другие патриотические организации придумали совместно с партией «Единая Россия». Каждый желающий должен будет ответить на 30 вопросов по истории Великой Отечественной, среди которых будет несколько довольно сложных, но именно они и позволят определить победителей. Это впервые происходит, и это интересно, это правильно. Нам нужно сделать так, чтобы мы понимали, какие были подвиги совершены нашими старшими, старшим поколениям. И молодёжь должна знать эти подвиги не только по книгам, но и по фильмам, поэтому вопросы будут разноплановые. Всё, что касается событий, я уверен, что Крачево-Черкесия пройдёт достойно сдачу диктантов. «Диктант Победы» рассчитан на людей разного возраста и охватит все регионы страны. В Крачево-Черкесии он пройдёт на базе Северокавказской госакадемии, а помогать в её проведении будут патриотические волонтёрские движения. Здорово, что, учитывая, что в первый раз проводится такое мероприятие, уже присоединились, понятно, что все регионы России, также 20 стран различных. И я думаю, что действительно будет это очень масштабное мероприятие. Надо отметить ещё, что те задачи и цели, которые ставит перед собой данная акция, организаторы данной акции, они полностью соответствуют и тем задачам, которые ставятся перед Российским военно-историческим обществом. «Диктант Победы» пройдёт 7 мая. Его итоги планируют подвести ко Дню России, 12 июня. Лучшие участники получат возможность 9 мая 2020 года участвовать в Параде Победы на Красной площади. Плюс ценные призы и сертификат на бесплатное посещение 50 музеев страны. Эрнест Чуков, Олег Молхожев, Архиз, 24. Никто не забыт. В преддверии майских праздников по Карачао-Черкесии прошёл масштабный автопробег с участием сотрудников управления Росгвардии, членов общественных организаций региона под названием «Вахта памяти сыны Великой Победы». В акции приняло участие 200 человек, в том числе и съёмочная группа программы «Твой выходной». Подробнее о том, как прошёл автопробег, в нашем сюжете. В этом году автопробег Росгвардии проходит уже в третий раз. Во всех федеральных округах по утверждённым маршрутам проедутся более 200 автомобилей, которым предстоит преодолеть более 10 тысяч километров. Что касается Карачаева-Черкесии, то здесь маршрут пролегает по четырём основным точкам. Своё начало масштабный автопробег взял у памятника солдатам Великой Отечественной войны в посёлке Кавказский, где вначале состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали глава администрации Прикубанского района, сотрудники Росгвардии, юнормейцы и жители посёлка, решившие поддержать памятную акцию. «Это дань уважения, дань уважения Великой Победе 9 мая, уважения тому поколению, мужественному поколению, тем сотрудникам правоохранительных органов, которые в первые минуты, первые часы войны стали плечом-плечом рядом с пограничниками, рядом с Красной Армией». «Память – это очень важная вещь, очень важная. Вот смотрите, с детства детям начинают преподавать определённые уроки истории. Если государство не хранит свои памятные даты, не чтит своих героев, это государство практически ничего не стоит». После завершения торжественной части состоялось возложение цветов к памятнику, а затем автоколонна из почти 50 экипажей отправилась в путь. «Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Только из населённых пунктов Усть-Жигутинского района ушли на фронт и не вернулись более 2,5 тысяч человек. Сегодня в самом центре города установлен памятный мемориал павшим воинам. Именно он и стал второй точкой нашего маршрута». Для каждого жителя Усть-Жигутинского района место, где проходил митинг, свято. Ведь здесь у Вечного огня захоронены партизаны и солдаты, погибшие при обороне родного района. На этих гранитных плитах увековечены имена тех, кто верой и правдой защищал Родину. Почтить память героев собрались местные жители от мала до велика и все вместе возложили цветы к памятнику. «Мы ежегодно во время месячника патриотического воспитания проводим акции, посвящённые именно милосердию, нравственному воспитанию и патриотизму». «Война – это время, когда умерло много людей. И умирали они не просто так, а за то, чтобы мы сейчас мирно жили в нашей прекрасной стране. И это правда действительно очень важно – помнить тех, кто сейчас лежит под этой землёй». После посещения мемориала в Усть-Жигуте участники автопробега двинулись дальше по маршруту, который предполагал посещение памятника музея в посёлке Орджоникидзовский и Парка Победы Черкеска. Более подробно о том, как прошла акция «Вахта памяти сыны Победы» вы узнаете, посмотрев новый выпуск программы «Твой выходной» в это воскресенье в 19.00. С 2015 года группа «Газпром Межрегионгаз» проводит в канун Дня Победы во всех регионах России акцию «Священный долг. Вечная память», в ходе которой специалисты компании проводят техническое обслуживание мемориалов «Вечный огонь», плюс работы по реконструкции памятников павшим воинам, их газификации и переводу мемориальных комплексов с временного газобаллонного газоснабжения на постоянное сетевое. В Карачао-Черкесии комплекс этих работ уже почти завершён. Снег, дождь, плохая погода – главные враги мемориала «Вечного огня». Поэтому компания «Газпром» газораспределения «Черкесс» ежегодно уделяет внимание этой проблеме. Особенно это важно в преддверии 9 мая. Весь апрель газовики трудятся над проверкой и очисткой этих мемориалов, которых в республике насчитывается более 20. Это ежегодная акция «Священный долг. Вечная память», инициированная компанией «Газпром Межрегионгаз», в рамках которой тысячи комплексов «Вечный огонь» по всей стране готовится к празднованию Дня Победы. То есть проводится техническое обслуживание, газовое оборудование, проходят обязательные регламентные работы. На нём проводится регулировка пламени, очистка от загрязнения и другие обязательные работы, необходимые для нормального функционирования комплекса «Вечный огонь» в период проведения праздничных мероприятий. Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа – один из самых высокогорных в нашей республике. На его территории находятся два вечных огня. Специалисты проверили газовое оборудование и обследовали трубопроводы, подведённые к комплексам. На герметичность осмотрели и очистили газовые горелки, отрегулировали интенсивность горения и высоту пламени. Ежегодно необходимо здесь проводить техническое обслуживание, потому что на горелку вечного огня воздействуют атмосферные осадки. Дождь, снег, накапливаются различные отложения. Поэтому, чтобы устойчивое горение было, необходимо чистить воздуховоды к жиклёрам и горелки, чтобы устойчиво работали, смотреть за ними, постоянно держать в хорошем техническом состоянии. Но не на всех мемориалах вечный огонь горит круглый год. Поэтому в канун майских праздников на 17 мемориалах, имеющих так называемый временный режим горения, будет выполнено подключение газового оборудования и организованное дежурство на время праздничных мероприятий. Также будет обеспечено функционирование мемориалов, использующих жиженый газ. У нас два факела. Один справа от музея у братской могилы, как символ вечной памяти. Есть у нас ещё второй факел, который расположен на уступе скалы, вот напротив музея, между плитами, которые символизируют смотровую щель музея ДОТА. Сам музей построен в форме ДОТА. Этот огонь символизирует огонь, который вели наши солдаты по фашистам. И, конечно же, недопустимо, чтобы хотя бы один из этих факелов погас. Специалисты «Газпромгазораспределения Черкесск» уже завершают работу по подготовке мемориалов «Вечный огонь» в городах и районах республики к работе в праздничные дни. Напомним, что эта работа проводится в рамках акции «Священный долг. Вечная память», инициированный компанией «Газпром Межрегионгаз». В текущем году в нашей республике свои жилищные условия улучшат еще четыре участника Великой Отечественной войны. Из федерального бюджета на эти цели предусмотрена субсидия в размере 5,5 миллионов рублей. Кроме того, по поручению Рашида Тимрезова за всеми инвалидами и участниками Великой Отечественной войны закреплены представители органов местного самоуправления, а также установлены дополнительные меры социальной поддержки за счет средств муниципальных бюджетов. Жизненный путь каждого ветерана уникален и заслуживает отдельного сюжета. Сегодня мы расскажем о Павле Ивашкове, который отличился и на полях сражений, и в мирной жизни. В гостях у ветерана побывала моя коллега Айгуль Баранукова. Родился Павел Иванович в декабре 1925 года в городе Георгиевске Ставропольского края в многодетной семье. Как и все его ровесники, в 1933 году пошел в первый класс. «Голодные годы и страшная бедность была», рассказывает ветеран. «И мне приходилось до четвертого класса в теплое время года ходить босиком в школу. Вот теперь это странно, а тогда это было так. Не только я, конечно, и другие мальчики тоже босиком ходили». В 1941 году он окончил семилетку и поступил в Георгиевский технику механизации сельского хозяйства. Но война разрушила все планы. «Я был пулеметчиком, на станком пулемете воевал, этот Максим». «Был у пулеметчика Ивашкова крайне тяжелый и кровавый бой, оставивший в его душе глубокий след. Осенью 1943 года его жизнь была на грани смерти. И именно это ранение в какой-то степени мы сегодня уже можем назвать судьбоносным. В знак благодарности девушке, спасшей его жизнь, герой нашего сюжета решил стать врачом и лечить женские недуги». «У меня первая группа крови, а ее к тому моменту не стало, потому что первую группу можно перевернуть раненым в любой группе. А мне только нужно было первую группу. И вот медсестра, медсамбата, видела, что я погибаю, и она дала свою кровь. Вот. И когда я стал приходить в сознание, она наклонилась надо мной и говорит, «Солдатик, тебе перелита кровь от медика, и ты должен стать медиком. И надо же такому случиться, что через 9 лет я действительно стал врачом». В итоге в 1947 году Павел Ивашков окончил Пятигорскую фельдшерско-акушерскую школу, а ровно через год поступил в Орджиникидзовский мединститут. Днем учился, по ночам работал фельдшером в психиатрической поликлинике. Проучившись два года, перевелся в Кубанский медицинский институт, который окончил в 1954 году. Ему предлагали остаться в институте, но он предпочел практику и по распределению попал в Черкесск. В Черкесске я был главным акушером области. Тогда была область. Я заведовал отделением родильным и одновременно преподавал в медицинском училище. Тогда это не колледж было, а училище. Много лет. Но потом, конечно, мне все-таки рука неполноценная была. Мне было очень тяжело работать. И я 60 лет уже совершенно перешел на пенсию. Многие женщины нашей республики этого крайне ответственного и доброго врача вспоминают с благодарностью за вовремя оказанную квалифицированную медицинскую помощь. Частые гости старожила его же студенты. У слада души и украшений его дней любимые супруга, дочь и внучка. Судьба моя непростая, но счастливая, восклицает ветеран Великой Отечественной войны и талантливый доктор Павел Иванович Ивашков. Айгуль Баранукова, Радомир Князев, Архиз 24. Помним, чтим, гордимся. В Черкесске торжественно открыли мемориал сотрудникам городского отдела внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. 12 имен сотрудников полиции увековечили на памятной доске, установленной перед зданием отдела. На торжественном митинге присутствовали руководители министерства, личный состав отдела, родные и близкие погибших сотрудников, а также наша съемочная группа. Юлия Житная с подробностями. Дюжина. Именно столько сотрудников городского МВД в разное время отдали свои жизни в борьбе с преступностью, защищая спокойствие жителей Черкеска. Теперь память об их подвиге будет не только в сердцах родственников и коллег. Отныне она высечена в камне. Наши товарищи на веках писали свои имена в историю Министерства внутренних дел, отдав жизни во имя спасения граждан в поддержании мира и спокойствия. Защита интересов семей погибших сотрудников в вековечении памяти о них является и для нас делом чести. Мы восхищаемся мужеством и стойкостью матерей, отцов, жен, сестер, братьев, которые несут время утраты вместе с нами. В экстремальной обстановке, требующей мгновенных решений, сотрудники органов внутренних дел проявили мужество и самоотверженность, навсегда оставшись примером героизма. Ради безопасности граждан они отдали самое дорогое – свою жизнь. Право открытия мемориала было предоставлено министру Игорю Трифонову, начальнику городдела Айдуру Эльканову и родственникам погибших. Фатима Халилова не может скрыть слез, вспоминая своего сына. Ему было всего 22 года, когда он погиб от огнестрельного ранения. Работать в органах, по словам матери, было давним желанием Бориса Халилова. Но проработать там ему удалось всего год. Мой сын с детства сохранился в моей памяти самым честным ребёнком. Даже видно было с малолетства, что он пойдёт по этой линии. Был честный, добросовестный, очень умный, учился очень хорошо, никогда нас ничем не обременял, всегда помогал, всегда нас помнил, заботился. И в школе об этом помнят, и друзья об этом помнят. Вдовам, детям и родителям погибших в этот день трудно было скрывать эмоции. Учился на отлично в школе, в институте на отлично учился, потом в аспиранторе и старался работать, быть сотрудником хорошим, выполнял то, что говорили. Это очень нужное мероприятие, что не забывает, что помнит. И мы благодарны за это руководство МВД. Невосполнима горечь утраты, но память о сотрудниках отдела, погибших при исполнении служебного долга, будет жить вечно. Юлия Житная, Роман Баюра, Архиз 24. Главами администрации Карачаевского городского округа и Карачаевского района подписано соглашение о выделении земельных участков многодетным семьям за третьего ребенка. Напомним, что закон о предоставлении многодетным семьям земли под индивидуальное строительство, вступил в силу 17 июня 2011 года. Семьи, претендующие на заветные сотки, уже могут обратиться с заявлением в городскую администрацию, где им предложат на выбор участки на территории Карачаевского района. Все это делается из-за того, что в самом Карачаевске нет необходимых для выполнения законоплощадей. Кстати, подобные соглашения планируют подписать и с другими районами республики. В результате, люди, стоящие в Карачаевске в очереди на землю, а их сегодня около 370, смогут получить в собственность участок в любом районе республики. По закону мы имеем право в случае отсутствия земельных участков на нашей территории заключать такие соглашения с другими регионами. То есть, закон был принят правительством Карачаева, Черкесской республики, изменение законодательства. И в связи с этим и поводом такого заключения и подписания соглашения было заявление граждан, желающих получить земельные участки именно в Карачаевском районе. Спасибо деду за победу! Кинокомедию с таким многообещающим названием привез в Черкесск для предпремьерного показа один из самых популярных в России артистов юмористического жанра. сценарист и режиссер Тимур Тания. Пришлась ли дебютная лента бывшего КВНщика по душе зрителям Карачаева-Черкесии? Расскажет мой коллега Арнаст Чуков. Черкесск как место первого предпримерного показа своего фильма широкому зрителю Тимур Тания выбрал не случайно. И город, и республика режиссеру, сценаристу и продюсеру ленты хорошо знакомы. В Черкесске он закончил 7 класс, здесь же до сих пор живет множество его друзей и знакомых. В основу дебютного фильма Тимура легла смешная история, которую он сам неоднократно рассказывал своим друзьям, которые в итоге и упросили экранизировать ее. Я надеюсь, что она вызывает у людей ту самую эмоцию, которую когда вызывала при моих рассказах. Я надеюсь, что мне удалось переложить это все на пленку и думаю, что люди получат удовольствие от этой картины. Возможно, кто-то какую-то мораль примет. В центре сюжета картины 10-летний Сандрик. Городской мальчишка по воле случая переехавший в Абхазскую деревню к бабушке и дедушке. Там он открывает для себя другой мир. Новые друзья, первая любовь, мальчишеские приключения и бесконечные байки дедушки о Великой Отечественной войне. Первый показ это всегда волнение. Что скажет зритель? Оказалось, что легкая комедия пришлась нашей публике по душе. На выходе из зала все охотно делились эмоциями от просмотра. Я полна эмоций. Действительно, фильм получился не скучным, он был интересным. И, конечно, хочется отметить, что нам удалось посмотреть его первыми до выхода в российский прокат. И хочется также отметить, что нам удалось поговорить напрямую с режиссером. Благодарим за это Тимур Атания. Помимо просмотра ленты у зрителей была возможность напрямую пообщаться с ее режиссером, задать Тимуру любой вопрос и даже получить от него совет. Очень рад, что попал на фильм. Фильм очень понравился. Получилось пообщаться с создателями фильма. Задали вопрос о том, как правильно выбирать тему фильма, чтобы фильм в дальнейшем мог быть успешным не только для нашего местного зрителя кавказского, но и по всей территории России. Очень рад, что получил ответ. Спасибо большое. Это, возможно, в дальнейшем как-то поможет нам в развитии всего этого. Тем, кто не успел на предпримерный показ ленты «Спасибо деду за победу», ждут в кинотеатрах с 1 мая. Именно в этот день фильм выйдет в широкий прокат. Эрнестчука Мурат Койчев, Архиз, 24. Совсем скоро православные всего мира отметят светлый праздник Пасхи. А сегодня у них самый скорбный день Великого Поста, Великая Страстная Пятница. В этот день Иисус Христос был распят и умер на кресте, искупая людские грехи. А завтра в Страстную Субботу начнутся приготовления к праздничной пасхальной трапезе. Именно в этот день можно будет осветить в храмах Куличей прочую пасхальную снедь. Постились вы или нет значения при этом не имеет. Побывать в храме на Пасху нужно любому крещеному человеку. Желательно прийти именно на праздничное ночное богослужение. Напоминаю, что прямая трансляция пасхального богослужения из храма Пресвятой Богородицы на канале Архиз 24 начнется 27 апреля в 23.00. Я хочу поздравляя с праздником Светлой Пасхи пожелать всем нам мира и радости надежды и крепкой веры и чтобы всегда в наших кавказских домах торжествовала любовь дружба чтобы всегда в наших кавказских сердцах жила надежда и чтобы наши семьи всегда были полны в своем общении вместе со своими родными близкими и с друзьями. Господь дохранит нашу любимую Карачаево-Черкесию с праздником воистину воскресе Христос. Такими на наш взгляд были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачаева-Черкесия и на нашем канале Архиз 24 номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782 Всего доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова